Да, доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке будет электрогитара и комбик. Приступим к распаковке. Так, господа, вот у нас, собственно, сама коробка от сайта Томан. Да, я заказал себе электруху. Я ее уже вскрыл. Да, саму полную распаковку, скажем так, в этот раз показывать не буду, поскольку карабас очень большой. Карабас-барабас. Я уже вскрыл, посмотрел, что там внутри. У нас тут такой миниатюрный комбик. Так, скажу сразу вам честно, электрогитары никогда в жизни не держал в руках. И решил попробовать, протестить, заказал сайт от Омэн. У них собственный бренд, Harley Benton. Они делают бюджетные, но качественные гитары. Да, можно взять, скажем так, наподобие какого-нибудь Гибсона или Спола, да, от их бренда намного дешевле, намного-много дешевле. И, скажем так, сильно в качестве он проигрывать не будет. Ну, то есть, действительно, качественные инструменты делают, насколько я слышал. Да, я от их фирмы заказал самую бюджетную электрогитару. Это Stratocaster с тремя синглами. Плюс к этому я ее заказал еще с Bistock, это еще дешевле. И тот же комбик тоже с Bistock. Тоже еще дешевле. Самый дешевый комбик и самая дешевая гитара. То есть, такой пак для начинающего. Так, откроем комбик, гитарку уберем в сторонку. Насколько я знаю, может быть, мне этот комбик вообще не пригодится, я его любезно верну обратно нашим, скажем так, друзьям с сайта Tomon. Поскольку будем тестить, да, в принципе, у меня есть аудиокарта, и, возможно, аудиокарты мне вполне хватит на игре плагинами. Если вы смотрите и вы разбираетесь в электрогитарах, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли разница, есть ли кардинальная, скажем так, разница игры на комбике или на компьютере с подключением, скажем, наушников. Поскольку я, скорее всего, буду играть с наушниками через комбик чаще всего. Но, короче, будем тестить. Что у нас стоит на самом комбике? Да, кстати. Также мне интересно, у меня к комбику прилагается шнур для гитары. То есть, хотелось бы знать, другие комбики тоже кладут внутрь в комплектацию шнур для гитары? Или нет, поскольку у меня получится тогда в общей сложности их, наверное, три. А на электрогитаре я неравны играл. Да, смешно, да? Это самое. Так, у нас тут драйв. Я так понимаю, это драйв, овердрайв. Значит, перегруз. Это гейн, channel set, не знаю, что такое. Наверное, включать чистый, не чистый звук. И эквализация. И ручка громкости сама по себе. Это input, наушники, телефон. Я не знаю, что это такое, что за телефон. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Подскажите чайнику, скажем так. Так, коробочку мы уже вскрыли. Убираем в сторонку. Тут у нас такой вот страт лежит. Harley Benton. С тремя синглами. Есть еще вариация с храмбакером или хамбакером, как он правильно называется, на бридже. Напишите, что лучше и для чего нужен хамбакер на бридже вообще. То есть, потому что, если мне не подойдет, у меня есть вариант поменять эту гитару на гитару с хамбакером. Собственно, в комплекте у нас шнур для гитары. Третий получается. Это, я не знаю, что это такое. Ладно, с этим будем разбираться позже. Да, вот она, значит, внутри так выглядит. Гриф вкручен. У нас. Она увесистая, скажу я вам. Я думал, что, то есть, ну, на игрушку она не смахивает далеко. Хоть она и самая бюджетная, как я посмотрю. Но, как бы, выглядит добротно. Собрано добротно. Как обычно у акустической гитары я проверяю сокшийся ли гриф. Провожу здесь пальцами. Скажем так, есть немножко, цепляет, но совсем-совсем чуть-чуть. То есть, ну, буквально, то есть, минимально. То есть, даже не режет, не царапает руки. То есть, у меня... Вот я проведу вот сильно. То есть, если бы она сильно сохлась бы, то у меня было бы тут царапина чуть ли не до крови. А тут, то есть, ну, сделано в этом плане добротное, либо у меня, скажем так, свежий инструмент. Да, перейдем к тестам, наверное. Да, собственно, вот она, сама гитарка. Уже нацепил на нее свой, скажем так, старенький фендеровский ремень. У меня был к моей акустической гитаре, которым я, в принципе, особо не пользовался. Он у меня лежал все время в сумке. А к этой гитаре он, скажем так, даже нужен лучше его иметь, чем без него. Потому что стоя можно тогда хорошо так наяривать. Да, медиатором я не умею играть. Сыграю сначала пальцами. Поскольку, да, пальцами тоже можно, как оказалось, играть. Конечно, это все будет грязно. Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот он, непосредственно наш бардак. Вот она, гитара. Да. И непосредственно комбик. Не обращайте внимания на лишний бардак. Тут идут работы, скажем так. Но розетка у меня только здесь. Так, попробуем подключить ее напрямую к комбику. И я поставлю рядом микрофон. И посмотрим, как это все будет звучать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот, собственно, вот такая вот электруха нам поступила. Что примечательно, это фирма самого сайта Atoman. И тем самым, скажем так, за те деньги, которые вы платите за эту гитару, вы получаете более качественный продукт, поскольку делают они действительно качественно. И, ну, скажем так, барахла у них вроде как не встречается, скажем так, откровенного барахла. На мой взгляд, скажем так, гитара мне понравилась, но переучиваться мне не очень хочется. Поэтому, скажем так, в дальнейшем буду продолжать также играть на акустическом инструменте. Ну, а у нас на сегодня все. Желаю вам всего хорошего и до свидания.